Здравствуйте, мои дорогие труженики! С вами снова Галина Любимова. Продолжаю тему, как самим установить автополив на своем участке. В первом фильме я рассказала, что нужно знать, чтобы самому подсчитать нужное оборудование, составить план, схему для установки автополива и какие работы необходимо сделать перед закупкой оборудования. В этом же фильме мы будем выбирать и устанавливать блок управления, контроллер, ну или другими словами мини-компьютер, составлять список оборудования для монтажа поливной системы и на примере нашего участка устанавливать это оборудование. Итак, берем каталог оборудования и сверяемся со своим планом участка с нашими схемами, что мы сделали в первом фильме. Нам нужно составить общий список необходимых к закупке материалов. А сначала подсчитать длину всех труб, сортируя их по диаметру, добавить немного на отходы, посчитать все фитинги, сортируя их по диаметру и типу, внести в список сопутствующие материалы, инструменты и оборудование. Вот это наш список. Все, что потребовалось нам для монтажа систем автополива. Ну, кроме материалов для капельного полива, об этом будет в следующем фильме. Итак, читаем список. Контроллер управления на 6 зон, розетка на 220 вольт, датчик дождя, многожильный кабель, монтажная коробка, клеммы, гофро и ПВХ трубки для прокладки кабеля, латунные резьбовые фитинги и запорная арматура, быстро зажимные штуцеры для подключения компрессора. Электромагнитные клапаны, шкаф электротехнический, короб для клапанов подземного монтажа, если он нужен, манометр, ПВХ трубы и клевые ПВХ фитинги диаметром 40 мм, клей для ПВХ, ПНД трубы, компрессионные фитинги для ПНД труб диаметра 40 и 32 мм, дождеватели статические 10 см и 30, сопло регулируемые, антидренажные клапаны, гибкие колена 30 см, водные розетки, фум-лента, резак для пластиковых труб, ключ для ПНД фитингов. Монтаж систем автополива лучше начинать с места подсоединения к водопроводу и дальше по порядку до дождевателей. Для подсоединения магистральной трубы диаметром 40 мм к линии водоснабжения мы использовали латунные дюймовые фитинги. У трубы и фитингов одинаковый внутренний диаметр, да и электромагнитные клапаны тоже с дюймовой резьбой. Вот минимальный набор резьбовых фитингов. Запорный кран, фильтр грубой очистки и тройник для подсоединения крана со штуцером, чтобы подключить компрессор продувки системы перед первыми заморозками. Угол 90 градусов для подсоединения подземной магистральной трубы, идущей к клапанам. Если подключение происходит к питьевому водопроводу, то нужно после запорного крана установить еще и обратный клапан, чтобы предотвратить противоток загрязненной воды в питьевую воду. Монтаж настенного коллектора клапанов. Специальных шкафов для настенного размещения электромагнитных клапанов не существует, но прекрасно подходят стандартные электротехнические шкафы в наружном исполнении. Они бывают разных размеров. У нас размером 500 на 650 и на 200 миллиметров. Только в днище нужно вырезать проем для входа труб, и шкаф можно прикручивать к стене. Ну а затем приступаем к сборке коллектора клапанов. Мы использовали для этого трубы ПВХ и фитинги. Их можно купить в магазине по продаже оборудования для бассейна. С использованием этих труб коллектор получается более компактным и аккуратным. Технология склейки труб такая. Специальным клеем для ПВХ смазываем обезжиренные поверхности обеих частей и быстро совмещая риски соединяем их до упора. Время на корректировку будет только несколько секунд. Электромагнитные клапаны и фитинги для подсоединения труб ПНД винчиваются на резьбу. Не забываем при этом использовать фум-ленту. Коллектор устанавливается на специальное крепление для пластиковых труб. Если у вас подземный коллектор клапанов, то для него продаются специальные короба разных размеров, под один клапан, под два клапана и так далее. Потому что засыпать клапаны землей, как трубы, нельзя. Доступ к клапанам осуществляется через верхнюю крышку, как правило зеленого цвета. Для размещения короба сначала роем яму по размеру основания короба и глубиной сантиметров на 10 больше его высоты. После того, как будут прокопаны траншеи для труб, на дно ямы засыпаем слой щебня в качестве дренажа, чтобы не скапливалась вода. А теперь собираем коллектор клапанов, так же, как в навесном шкафу и устанавливаем его прямо на щебень. После монтажа труб короб можно установить на место вровень с землей. Приступаем к монтажу труб для автополива. Сначала нужно разметить на земле линии прокладки труб и места расположения форсунок в соответствии с планом. Ну, например, с помощью веревок, колышек, можно гибкого шланга. При необходимости можно внести изменения, что называется, по месту. А затем, если у вас есть газон, разложить на него непромокаемый брезент или полиэтилен рядом с отмеченной линией, чтобы не засыпать травку землей. Или делать, как мы. Землю из канавки мы увозили в место. Она все равно не войдет обратно в полном объеме. А дерн раскладывали вдоль линии, прямо на газон. Удаляем дерн шириной приблизительно 20-30 сантиметров, выдерживая намеченные линии. Мы использовали плоскую совковую лопату. Укладываем его рядом с вырытой траншей, чтобы потом можно было легче вставить его на то же место. Глубина траншей 25-30 сантиметров. Если трубы должны пройти под дорожкой, то отверстие под плиткой можно сделать, например, вбивая металлическую трубу молотком. Трубу, если позволяет, диаметр можно и оставить там в качестве гильзы. Начинаем сборку трубопроводов согласно схеме. Лучше это делать от электромагнитных клапанов и начинать с больших по диаметру труб. При сборке нужно быть аккуратными, следить чтобы грязь, а особенно камни, мусор не попадала внутрь труб. Ну а сейчас поговорим о технологии сборки ПНД труб. Трубы режутся специальным резаком для пластиковых труб. Срез должен быть ровным и прямым. Желательно также снять фаску специальным инструментом. А дальше разобрать нужный фитинг. На трубу одевается сначала внешняя гайка, затем компрессионная шайба, затем прижимное кольцо. Если на трубе сделали фаску, то резиновое уплотнительное кольцо нужно оставить в фитинге. Если фаски нет, то проще сначала одеть его на конец трубы и вставлять ее уже с ним. Вставлять нужно до упора. Потом прижимаем уплотнитель прижимным кольцом, придвигаем компрессионную шайбу и затягиваем внешнюю гайку сначала руками, а затем специальным ключом, только без фанатизма. Если все сделали правильно и аккуратно, то соединение протекать не будет. Следующая тема. Дождеватели лучше подсоединять не напрямую к трубе, а через специальные гибкие колена. Экономить на них не нужно, потому что эти гибкие колена позволяют выравнивать дождеватель при монтаже по высоте и свободно двигать его вправо, влево. Также в процессе эксплуатации колено играет роль амортизатора, что продлевает жизнь дождевателям. Вот схема подсоединения дождевателей. После монтажа дождевателей не нужно сразу засыпать траншеи. Сначала нужно провести испытания и промыть трубы системой. Форсунки в дождевателе вкручивать тоже пока не надо. Оставляем одеты на них на заводе промывочные сопла. Итак, включаем воду вручную поворотом соленоида на электромагнитном клапане и позволяем воде смыть всю грязь, которая могла попасть внутрь системы при установке. Попутно проверяем, нет ли протечек в соединениях, работает ли все должным образом. Так проверяем каждую зону. Если есть подземный бокс, не забываем предварительно проложить электрический кабель в траншею к подземному боксу для клапанов, закрыть в нем все щели и неиспользованные отверстия. Исправляем все неполадки, если они выявились, и можно засыпать траншеи землей. Начинаем засыпку с последнего разбрызгивателя, хорошо уплотняя вокруг него землю. Затем засыпаем траншеи землей частями по 1 3 глубины, уплотняя каждый слой. И последним слоем кладем дерн и тоже утрамбовываем. Вот здесь хорошо применить какую-нибудь доску. Вновь уложенный дерн не должен быть выше или ниже уровня газона. Ну вот мы и дошли до самого интересного монтаж блока управления. Принцип его работы такой. Блок управления контроллер определяет, когда включить электромагнитный клапан и как долго он будет работать. Таймер посылает сигнал по проводам электромагнитному клапану, который в свою очередь открывается и вода поступает к дождевателям. Выбирай место для размещения блока управления. Чаще всего контроллер устанавливается в закрытом помещении. Но есть и модели, защищенные от влаги для установки на открытом воздухе. Но только нужна рядом электрическая розетка с напряжением 220-240 вольт. Выбираем блок управления с тем количеством зон, сколько у вас электромагнитных клапанов. Можно оставить небольшой запас под возможное расширение. Чтобы соединить клапаны с контроллером, используем многожильный кабель с цветной маркировкой жил. Нам будет легче ориентироваться. Общее количество жил в кабеле по одному для каждого клапана, но плюс один общий провод на все клапаны. То есть, если система с пятью зонами, нужно купить кабель по крайней мере шестью жилами и достаточной длины, чтобы покрыть расстояние от контроллера до самого дальнего клапана. Можно при желании оставить про запас пару жил на случай расширения или обрыва. Если блок управления расположен в удалении от клапанов, кабель удобнее всего проложить в траншею вместе с трубами. В защитной трубе или гофре и желательно ниже труб для его защиты. Сечение жил рассчитывается в зависимости от длины кабеля. Таблицы и калькуляторы есть в интернете, но минимальное сечение 0,75 мм в квадрате, а если кабель длиннее 100 метров, то 1,5 мм в квадрате. В подземном боксе соединение провода с клапанами нужно производить водонепроницаемыми клеммами. При программировании времени и нормы полива в контроллере нужно учитывать тип растений. Одни влаголюбивые, к примеру, хост, бадан и ива, а другие не любят сильное увлажнение или застой воды, ну к примеру растения альпинария, а для группы растений выбирать нечто среднее. А также мы знаем, что постоянно влажной земля может быть только после посева семян и пересаженные кусты растений должны рожаться каждый день или через два. Ну а растения, которые хорошо прижились на новом месте, нуждаются в менее частом поливе. Но по поводу полива газона я уже давала рекомендации в фильмах «Уход за газоном». Смотрите, но при установке частоты полива и времени необходимо вспомнить, что в большинстве районов газоны требуют от 40 до 50 миллиметров воды в неделю в самые теплые месяцы, а в засушливое время может потребоваться еще больше воды. И еще при установке времени в контроллере нужно помнить, что нельзя поливать днем при ярком солнце. Растения могут получить ожоги, а вода не успеет пропитать почву, поэтому лучше поливать рано утром или рано вечером, когда меньше испарение воды. Бывает, когда вода, остающаяся в трубах после выключения полива, может медленно вытекать из форсунок дождевателей, расположенных в самой низкой точке по рельефу. Тогда мы применяем запорный клапан. Клапан прикручивается снизу к дождевателю. Можно установить даже после его монтажа. Нам потребовалась, например, установка на нашем участке трех таких клапанов. Уже по факту в процессе использования. Как подготовить систему к зиме? До первых заморозков нужно выключить блок управления, закрыть входной кран и убрать всю воду из системы. Есть два способа, как убрать воду из системы. Первый это пройдуть систему компрессором. По очереди открывая клапаны вручную в каждой зоне и дожидаясь, когда из форсунок пойдет только воздух. И второй можно установить в самой низкой точке каждой зоны автоматические дренажные клапаны. Когда давление воды в трубах нет, клапан открывается и вода самотеком сливается в заранее устроенный дренаж. У нас участок более-менее ровный, а потому довольно сложно обеспечить необходимые уклоны всех труб с дренажным клапаном. Поэтому мы продуваем систему компрессором. На этом я заканчиваю второй фильм из серии «Автополив своими руками». У нас осталась нераскрытая одна тема – капельный полив. Ждите выхода третьего фильма. Надеюсь, я объясняю этот не совсем простой для многих материал, достаточно понятно. И все же, если возникнут вопросы, пишите в комментариях. Мы ответим. До скорых встреч на моем канале «Делюсь позитивом». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...